МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире на стороне Закона. Меня зовут Анастасия Дешина. И сегодня для вас свежая подборка криминальных новостей. Вот о чём расскажу вам в ближайшие несколько минут. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осторожно за рулём полицейские. Два подростка оказались в больнице в результате ДТП на курортном проспекте. Нарушения и наказания. В Краснодарском крае за вождение в нетрезвом виде задержали полсотни автомобилистов. Водитель, будь внимательнее. Нелепые перестроения и утренняя спешка. Обзор материалов единой диспетчерской службы. Начнём выпуск с резонансного ДТП, которое произошло в Сочи. Две девушки 16 лет оказались в больнице в результате аварии. Она произошла на нерегулируемом пешеходном переходе курортного проспекта. Виновником ДТП оказался сотрудник полиции. По предварительным данным, он был за рулём чужого авто. Иномарка двигалась по курортному проспекту. Водитель не снизил скорость при подъезде к Зебре, по которой в этот момент шли две девушки. Как сообщили в Краевом следственном комитете, после ДТП полицейский с места происшествия скрылся. Но его удалось найти спустя непродолжительное время. Нарушителя направили на медицинское свидетельствование. В результате экспертизы выяснилось, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Пока никаких официальных заявлений краевые полицейские не делают. Лишь сообщают, что ждут результата проверок, которые сейчас проводят следователи. По итогам ряда технических и медицинских экспертиз будет принято процессуальное решение. Мы следим за развитием событий. А в Ейске жертвами аварии стали сразу два человека. Чёрный Opel Astra на полном ходу въехал в Волгу. После столкновения отечественное авто отбросило в столб линии электропередач. Водитель пострадавшего автомобиля, это 61-летний мужчина, и его пассажирка, 54-летняя женщина, от полученных травм скончались на месте. По сообщениям некоторых очевидцев аварии, шофёр иномарки в момент столкновения был пьян. Он оделся лишь незначительными синяками. Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства трагедии, и только после окончания проверки они смогут принять процессуальное решение. Почти полсотни пьяных водителей задержали сотрудники госавтоинспекции в регионе. И это только статистика за последние 24 часа. Сколько благодаря этому удалось предотвратить аварии, можно только догадываться. Всего же на дорогах Краснодарского края произошло почти 185 дорожно-транспортных происшествий. В столкновениях 28 человек получили травмы разной степени тяжести, а четырёх спасти не удалось. Также погиб один мотоциклист. Более 20 тысяч жителей Кубани решили погонять на высоких скоростях и теперь заплатят за это штрафы. В краевой столице серьёзных дорожно-транспортных происшествий меньше и почти каждый случай результат человеческой невнимательности или спешки. Ксения Галич подготовила обзор аварий с камер единой диспетчерской службы. Вспомнить правила дорожного движения, а именно о помехе справа, нужно водителю белой легковушки. Это ДТП на пересечении улиц Седина и Мира, куда в 6 часов утра летел шофёр Седана, что забыл пропустить грузовую «Газель» неизвестно. От удара у тентового автомобиля сразу же отлетела крыша капота, а виновника аварии и вовсе развернуло на 360 градусов. В результате никто из людей не пострадал, чего не сказать о машинах. Для них пришлось вызвать буксир. Видимо, плохо было в школе с геометрией у водителя белой иномарки. На улице Красных партизан. Около 8 утра, когда все спешат на работу при попытке перестроиться, шофёр не рассчитал расстояние и по касательной задел другой автомобиль. Повреждения у машин вряд ли остались серьёзные, а вот настроение на весь день явно было испорчено. А это две аварии по абсолютно одинаковому сценарию, которые произошли в разных частях города. Такой сюжет на дорогах вообще не редкость. Сначала в обед на перекрёстке Красный и Гаврилова водитель за рулём лазурного хатчбэка пытается повернуть налево сквозь поток машин. Шофёр такси его пропустил, но по соседней полосе мчалась белая иномарка. Столкновения с ней избежать не удалось. Такая же история произошла чуть позже в Прикубанском округе. Водитель бордовой машины уже выехал на перекрёсток, но не заметил двигавшийся по встречке автомобиль с шашечками. В результате обеих аварий никто не пострадал. А теперь информация для тех, кто не хочет пополнить статистику госавтоинспекции. Дмитрий Бабич, заместитель начальника отдела исполнения административного законодательства краевого ГИБДД, поможет водителям разобраться в тонкостях правил дорожного движения. Дмитрий Витальевич, здравствуйте. И сегодня я предлагаю рассмотреть ситуацию на трассе. Тоже довольно типичная история, когда водитель решает съехать на обочину, чтобы отдохнуть, не знаю, припарковаться. Но в это время случается ДТП с тем, кто двигался по обочине. Что происходит в этой ситуации? Кто виноват? Виноваты все, по-хорошему. Но наша правовая позиция заключается в следующем, что водитель, который ехал по обочине, который двигался по ней, там находиться не должен был, поскольку движение по обочине у нас запрещено и карается административным штрафом. Водитель, который съезжал на обочину, он не мог предполагать, что по ней уже кто-то мчится. Он не должен был этого предвидеть, поскольку в его понимании, согласно правилам дорожного движения, это запрещено. Мы считаем, что в этой ситуации виноват тот водитель, который ехал по обочине. Но опять-таки я хочу подчеркнуть, что каждая ситуация будет уникальна. И ее нужно будет разбирать отдельно в рамках конкретного административного делопроизводства. Здесь визуально, первоначально, нам очевидно, что виновником является тот человек, который ехал по обочине. Просто такая ситуация схожа с ситуациями, когда обгоняют через встречную полосу, то есть по встречной полосе. То есть там водителю находиться также нельзя. Водитель, который выполняет поворот налево, не должен ожидать, что его могут объезжать по встречной полосе, там где-то запрещено правилами дорожного движения. Также происходит столкновение. Также в этой ситуации мы по большей части считаем виновником того человека, который ехал там, где он не должен был находиться. То есть изначально нарушал правила дорожного движения. В этой ситуации водители могут сами разобраться или нужно вызывать инспекторов? В этой ситуации они могут разобраться самостоятельно, без никаких проблем. Поскольку одним из условий составления того самого Европротокола является то, что водители должны определиться по виновности. То есть водитель, который ехал по обочине, должен согласиться с тем, что он является виновником данного дорожно-транспортного происшествия. Если же возникает конфликт ситуаций, здесь, соответственно, без сотрудников ГИБДД не обойдется. Есть ли у вас определенная статистика по таким ситуациям, по авариям на обочинах? Как они часто бывают? Или это нонсенс? Естественно, сплеск таких аварий нас ждет с началом курортного сезона. Потому что люди едут в большом количестве в сторону Черноморского побережья, в сторону Крыма, нервничают, создаются пробки, психуют, ездят, выезжают на обочину, в том числе встречную полосу. Это уже отдельные персонажи. И, естественно, нарушение правил дорожного движения очень часто влечет за собой вот такие вот происшествия. Хорошо, что в таких происшествиях они, как правило, являются механическими. В них не так часто мы получаем пострадавших, то есть уже людей, которые получили ранения. Но, тем не менее, каждое дорожно-транспортное происшествие это большой риск причинения вреда здоровью его участникам. А вы можете составить портрет типичного водителя-обочечника? Ну, какие характеристики? Понятно, что, зная о том, что это запрещено законом, человек выезжает на обочину, совершает противозаконные действия. Значит, он не волнует его интересы остальных участников дорожного движения. Кроме того, все мы знаем, замечаем, что, когда едут по обочине, поднимается стол пыли, летят камни, которые наносят повреждения транспорта средствам, которые стоят в этой пробке. Ну, что характеристики? Это далеко не самый лестный для этих людей. Они сознательно нарушают закон. Здесь уже, по-моему, излишне какие-либо другие комментарии. Административный штраф за данное правонарушение 2000 рублей назначается, поэтому какие-либо дополнительные меры мы к этим людям принимать не можем. Ну, другое дело, что если он едет по обочине, мы можем оформлять за движение по обочине через каждые 100 метров, если человеку непонятно, что нужно ездить. Более того, очень часто происходят случаи, когда люди, которые стоят в этой самой пробке, снимают на видео, на видеорегистраторы, на телефоны тех людей, которые едут по обочинам, отправляют эту информацию к нам. Здесь мы уже вынуждены, мы обязаны принимать меры административного воздействия. Другое дело, что опять-таки понятно, если говорить о курортном сезоне, то это зачастую люди, которые приехали через всю страну сюда. Установить их местонахождение и привлечь к ответственности бывает сложным. Ну, мы стараемся это делать. То есть, даже в том случае, если на участке нет камеры, все равно... Нет камеры, нет наряда ДПС, граждане у нас бдительные, естественно, всех это раздражает, такое поведение противозаконное. И они постараются снимать, все отправляют нам через интернет. Дмитрий Витальевич, спасибо вам большое. Надеюсь, в этом сезоне обочечников станет меньше. Спасибо. А если у вас есть свои вопросы к нашему эксперту, присылайте их к нам на электронный ящик. ЧП, нижнее подчеркивание, Кубань, собачка, НТК-ТВ.ру. В письме укажите ваши контактные данные, пишите ситуацию и прикрепите схему ДТП. Наш эксперт Дмитрий Бабич ответит на ваши вопросы в одном из ближайших выпусков программы «На стороне закона». Будьте аккуратны на дорогах. К другим темам. Оказалось, без материнского капитала и земельного участка. Жительницу Ставропольского края обманули в Белореченске. Она давно хотела перебраться жить на Кубань и как только получила деньги за рождение ребенка, решила исполнить заветную мечту. Женщина начала поиски и наткнулась на, как ей тогда казалось, очень выгодное предложение. Объявление посредников, которые не только обещали найти жилье в Белореченском районе, но и брали на себя обязательство оформить все документы. Молодая мама доверилась новым помощникам, но как только ценные бумаги оказались у них на руках, что-то пошло не так. При оформлении необходимых документов женщина узнала, что злоумышленники обналичили данные денежные средства без ее ведома. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных и технических мероприятий сотрудники полиции задержали двоих жителей Кургалевского района. На подозреваемых сейчас завели уголовное дело по статье мошенничества. Они могут сесть в тюрьму на срок до 6 лет. Общий ущерб от проведенных махинаций составил 460 тысяч рублей. Как скоро молодая мама вернет себе эти деньги, пока вопрос открытый. Всего 7 минут понадобилось бронсмейстерам на спасение двоих человек. Звуки сирен пожарной машины сегодня ранним утром звучали на улице Ленина в Армавире. В 5.36 утра на пульт дежурного поступила заявка о возгорании в частном доме. Техника почти молниеносно оказалась на месте ЧП. Семеро огнеборцев с помощью двух специальных машин в считанные минуты полностью погасили очаг возгорания. К счастью, никто не пострадал. Пламя успело охватить лишь 20 квадратных метров площади. Сейчас эксперты проводят исследования. После они смогут озвучить возможные причины пожара. У меня на этом все. Увидимся завтра в это же время. Хорошего вам вечера. Оставайтесь вместе с нами на телеканале Кубань24. И никогда не становитесь участником нашей программы. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ